Еще одни незаметные герои чемпионата мира — судьи. И хорошо, что незаметные, пока все обходится без скандалов с их участием. На турнире работают 16 главных и 16 линейных арбитров, в том числе 4 рефери из России. Есть наши люди и в судейском комитете Международной Федерации Хоккея. Отдельная работа ведется на самой высокой точке арены, где оборудована комната для видеоповторов. Система Video Goal с 11 входными сигналами. Она позволяет нам определять спорные моменты при взятии ворот, положение вне игры по запросу тренера и любые другие моменты, которые потребуются рефери-супервайзерам. Хоккейные технологии постоянно развиваются. Новинка, которую на больших турнирах опробовали совсем недавно — камеры, вмонтированные в судейские шлемы. Они позволяют зрителям увидеть все происходящее на площадке глазами арбитра. Этот шлем представляет модификацию нормального хоккейного игрового шлема. Куда вмонтирован передатчик, камера и батарея, которые дают возможность в режиме реального времени передавать сигнал на телевизионную картинку. Всего на каждом матче Чемпионата мира работают 24 камеры, расположенные в разных точках арены. Картинка с них собирается воедино в машине, которая с виду похожа на обычный грузовик. На самом деле это ПТС — передвижная телевизионная станция. Сюда поступает сигнал со всех камер. И здесь режиссер формирует ту картинку, которую видят зрители. Правда, кое-что в трансляцию не попадает.